Здравствуйте! В эфире программа «Семь дней истории». Сегодня мы вам рассказываем о событиях, произошедших в истории Древнего мира. Меня зовут Стрелков Андрей. Тема сегодняшней передачи «Геродот. Рождение Клио». Клио – одна из девяти мус, дочерей царя богов Зевса и богини памяти Мономасины. Клио – покровительница истории, и ее имя означает «та, которая прославляет». Еще в древности отцом истории назвали Геродотом. Геродот родился примерно в 484 году до нашей эры в городе Галикарнас, который располагался на юго-западе Малой Азии. Семья Геродота, судя по всему, относилась к кругу знатных и достаточно состоятельных семейств города. В юности Геродот получил очень достойное образование. В 60-х годах V века до новой эры Геродот принял участие в борьбе против местного тирана Легдомида. Когда же власть Легдомида была свергнута и в городе была установлена демократия, Геродот по неизвестным нам причинам навсегда покинул свой родной город. Однако Геродот никогда не питал ненависти или недоброжелательства к своим согражданам. И всегда очень уважительно в своей истории писал о своем родном городе. Геродот отправился путешествовать, и этот период занял 10 лет его жизни. Геродот побывал в большинстве греческих полюсов Балканской Греции и островов Игейского моря. Посетил прибрежные и внутренние области Малой Азии. Через Гелеспонд достиг Северного Причерноморья, по крайней мере он определенно был в Ольвии. Геродот бывал в Македонии и Фракии, в Кирене и Египте, в Сирии и Финикии. Он достиг Вавилона в Месопотамии и Экботан в Иране. В 40-х годах он познакомился с Великой Грецией, объехав Сицилию и Южную Италию. Геродот достаточно долго жил в Афинах и, вероятно, был близок к окружению Перикла. В 444 году до Новой Эры он принял участие в основании фурий Афинской колонии на юге Италии. Однако потом, скорее всего, он вернулся в Афины, где и умер приблизительно в 425 году до Новой Эры. Во время своих путешествий Геродот делал заметки о жизни местного населения. Записывал наиболее достопримечательные местные памятники. Расспрашивал знающих людей об истории и религии, посещаемых им народом. В какой-то момент у Геродота изменилось отношение к своей работе. Скорее всего, это произошло в Афинах. Во-первых, у него появилась главная тема его труда – греко-персидские войны, которые продолжались в первую половину V века до Новой Эры. Во-вторых, появилось новое отношение к своему труду. Не описание увиденного, а исследование причин происходящих событий. Само слово «история» обозначает исследование. Во времена Геродота греко-персидские войны еще не успели стать прошлым. Были живы еще многие участники и очевидцы тех событий, о которых писал Геродот. Поэтому именно расспросы этих людей, именно эта информация была положена в основу труда Геродота. Геродот также посещал те места, где происходили сражения, описывал памятники, которые он упоминает в своем труде. Геродот старался использовать документальный материал, различные надписи. Для Геродота было важным донести до грядущих поколений значимость описываемых им событий. Персидская держава – это весь Восток, который к тому времени находился под властью ахименицких правителей. Персидская армия – это армия всех восточных народов, попавших к тому времени под власть персов. Всю первую половину своего труда Геродот посвятил описанию истории и жизни тех восточных народов, которые в то время входили в состав Персидской державы. Причем описывал Геродот эти варварские народы с глубоким уважением к их древней культуре, к их образу жизни и религиозным верованиям. В то время слово «варварский» означало еще только «другой», негреческий. Хорошо известный нам негативный оттенок это слово приобрело значительно позже. Умение оценить самоценность чужой культуры – это редкое качество, присущее Геродоту как историку. Труд Геродота Труд Геродота – это памятник воинам греческих полисов и вдохновляющий пример для народов других стран и других эпох. На странице труда Геродота нашли свое бессмертие и гоплиты афинской фаланги, которые опрокинули персидское войско на Марафонской равнине, и 300 спартанцев, которые полегли в Фермопильском ущелье, не отступив ни на шаг перед всей персидской армией, и отважные греческие моряки, которые при Соломене разгромили непобедимую персидскую державу. Конечно, многое зависит от воли богов и судьбы, но в то же время событие происходит в результате конкретных поступков людей, в результате проявления ими мужества или трусости, принятия политическими лидерами правильных или опрометчивых решений. По мнению Геродота, история – это аккумулированный опыт прошлых поколений, который должен помочь грядущим поколениям принимать правильные решения. И последнее. Древние греки верили, что души умерших, испив воды реки Леты, забывали о своей земной жизни. Бесплотными тенями носились они в подземном царстве Аида. Ведь именно память о прошлом делает человека конкретной личностью, а историческая память поколений делает людей обществом. Общество, которое теряет свою историческую память, обречено быть обществом живых мертвецов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова